ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Министерство финансов России хочет внести существенные корректировки в ОСАГО. Во-первых, планируется появление трех видов полисов. Первый с лимитом выплат по имуществу 400 тысяч и по здоровью 500 тысяч рублей, как сейчас. Второй с планкой в 1 миллион рублей, третий в 2 миллиона. Последние два, разумеется, будут стоить дороже. Во-вторых, предлагается отменить коэффициент мощности двигателя и ввести коэффициент грубых нарушений ПДД. Чем их больше в течение года, тем дороже обойдется автогражданка. Ожидается, что данные изменения будут рассмотрены Госдумой этой осенью. ТРАССА СТО ОДИН В этом году в автоавариях на дорогах страны погибли 10 517 человек. Почти на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Об этом сообщил руководитель ГИБДД Виктор Нилов. В списке пострадавших 125 с лишним тысяч граждан. Общее число ДТП – 92 тысячи. Ранее Генеральная прокуратура заявляла, что главной причиной таких происшествий является неудовлетворительное состояние автотрасс. ТРАССА СТО ОДИН В некоторых регионах страны автоинспекторам снова разрешили пользоваться ручными радарами для определения скорости движения машин, сообщает коммерсант. Приборы лишили функции ручного удаления снимков. Ее наличие и было причиной временного запрета устройств, о чем было объявлено два месяца назад. Приказ подписывал глава МВД Владимир Колокольцев с целью недопущения коррупции среди сотрудников ДПС. ТРАССА СТО ОДИН Ульяновский автозавод пообещал через четыре года начать выпуск абсолютно нового внедорожника «Патриот». По пока еще скудной информации, машина получит другое шасси с независимой передней подвеской, а также автоматическую коробку передач. Делать ее самостоятельно уазовцы не планируют. Скорее всего, автоматы будут поставляться одной из китайских компаний. Рено обновило модели «Логан» и «Сандера». Изменениям подверглись решетка радиатора, бамперы, фары, задние фонари и некоторые другие внешние элементы. Внутри новая отделка. Будут ли у машин моторы с иными характеристиками? Скорее всего, да. Все подробности станут известны в конце сентября, когда откроется международный автосалон в Париже. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...